Оставить нельзя передавать. Запятая в этой фразе применительно к хлебозаводу номер 3 вызвала наибольшее количество споров и обсуждений. Депутатский корпус согласился, что ситуация на предприятии сложная. И чтобы избежать банкротства, необходимо согласовать сделку о залоге здания. Я предлагаю отложить этот вопрос, вернуться к его судьбе администрации. Нужны кадровые изменения. Вы послушайте, что говорят жители города. Послушайте, что говорит коллектив этого предприятия. Значит, все нужно изменять кардинальным образом. Потом давайте. Споры о судьбе третьего хлебозавода выдались жаркими. Помимо кадровых изменений, народные избранники говорили и о маркетинговой составляющей на муниципальном предприятии. Дескать, не задача это власти подменять собой менеджеров. Хлебозавод номер 3, по словам чиновника, производит только 5% хлебобулочных изделий в городе и области. Но из-за долгов по налогам здание все-таки передали в залог для предоставления отсрочки на год. Сумма долга 15,5 миллионов рублей. Само здание оценили в 26 миллионов рублей. Другой важный вопрос – это судьба торгового городка. Предложено передать его из муниципальной собственности в собственность региона. Я предлагаю найти все-таки какой-то семейный участок подходящий непосредственно, непосредственно вблизи с торговым городом до времени. Я понимаю, что после завершения конкурции будет возможно, мы будем туда в какой-то форме через хозяйственный гармон. Или время переместить, или, соответственно, посмотреть какое место для жителей, которые непосредственно там поживают. В итоге имущественный комплекс торгового городка перейдет из городской в государственную собственность Рязанской области. Это объект культурного наследия регионального значения. Достопримечательное место – Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и дом юнатов с садом. За перевод депутаты проголосовали единогласно.